8 июля в России отмечается День любви, семьи и верности. Второе название праздника – День Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака. Впервые его отметили в 2008 году. В День любви, семьи и верности принято регистрировать брак и дарить друг другу ромашки как символ чистоты и преданности. Между тем, депутаты Госдумы предлагают сделать 8 июля официальным выходным днем. Подробнее об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Литературу и русский язык выделят в отдельную предметную область. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Это позволит увеличить количество часов на освоение родного языка. Раньше эти предметы входили в общее понятие филология. Выделение русского языка и литературы в самостоятельную предметную область напрямую скажется на качестве изучения данных предметов в школах. Такие изменения станут не только стимулом для изучения русского, но и пробудет интерес к чтению среди молодежи. Депутаты Госдумы предлагают сделать День семьи, любви и верности официальным нерабочим днем. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации подготовили депутаты одной из фракций. Предполагается, что праздник станет аналогом навязанного Западом Дня Святого Валентина. По мнению народных избранников, импортозамещение должно начинаться с идеологии и культуры. К тому же в последние годы существует определенный кризис института семьи, а выходной день в этот праздник помог бы российским семьям в укреплении отношений. В Комитете Госдумы по вопросам семьи женщин и детей инициативу поддержали, но при этом отметили, что необходимо сократить новогодние праздники, чтобы новый выходной день в июле не навредил российской экономике. Правила поведения российских туристов за рубежом предложили вести депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По мнению народных избранников, уезжая за границу на работу или отдых, люди зачастую забывают о нормах приличия и перед поездкой не изучают традиции другой страны. Из-за этого туристы попадают в нелепые, а иногда опасные ситуации. Наиболее неясными для российских туристов остаются восточные страны. Так, ничего не значащая в России жестикуляция в арабских странах может расцениваться как оскорбление, а появление женщины в купальнике способно привести к серьезным проблемам. Памятки о морали планируется выдавать туристам вместе с посадочным билетом. Подобная инициатива уже направлена в Федеральное агентство по туризму. Там ее рассмотрят совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации.